Новогоднюю елку сложно себе представить без разноцветных шаров, сверкающих гирлянды и разнообразных игрушек. И вот в Академгородке собрали целую коллекцию. Это не только украшения для еловых лап. Это история нашей страны. Сергей Толмачев выяснил, как менялась праздничная мода на игрушки и новогодние костюмы на протяжении десятилетий. Это одни из первых игрушек, которые выпускались в СССР после снятия запрета елочной игрушки. Десятилетний запрет на празднование Нового года сняли только в 1935 году. До этого советские люди 1 января шли на работу. Украшения тех времен дешевые, из папье-маше или смутанных ниток. Почему-то популярны были фигурки поросят, завернутых в одеяло. А потом на стекольных заводах выпускали тематические коллекции. Вышла карнавальная ночь, стали популярны часы. А при Хрущево, в период бурного развития сельского хозяйства, на елках выросли фрукты, овощи, даже луковые головки. И, конечно, царица полей кукуруза. Советская игрушка была призвана поддерживать путь нашей страны. И, конечно же, когда в 60-е годы ознаменовались тем, что мы покоряли космос, игрушки также отражали эпоху. Совсем недавно нам принесли уникальную ракету «Мира». Она совершенно тонкая работа. Рядом с ней космонавт. Дирижабли, звезды, конечно, всегда присутствовали на всех елках. История на выставке в Академгородке еще и в фотографиях. Их приносили жители научного центра, потом оцифровка и распечатка. Поэтому все фото в едином стиле. На них видно, как менялась мода, костюмы и прически. Я есть сама. С папой здесь фотография не попала. Вот я вот здесь вот вроде белки. И остался до сих пор этот костюм белки. Более того, мы часть детских костюмов, собранных в музее, отдали в Ельцин-центр. И у нее будет выставка карнавальных костюмов детских. Нам, к сожалению, негде показать ее. Каждый экспонат представляет не только культурную ценность, но и вполне материальную. Старинные игрушки в моде у коллекционеров. Вот эта вот земляничка, она из серии Чаполино. А вот когда коллекционер собирает полностью серию, а это такой большой чемодан, и там присутствуют все персонажи этой сказки, то серия может стоить около полмиллиона рублей. Выставка работает все праздничные дни. Посетителям расскажут о каждом предмете из экспозиции. А еще в режиме нон-стоп можно увидеть и шедевры советского кино, и новогодние капустники, где Кобзон, Пьеха или Юрий Гагарин. Посмотреть новогодние фильмы «Голубые гоньки» можно вот в таком советском уголке. Здесь даже радиола рабочая. Ну, а вместо соцсетей тогда использовали телеграф. Вот эта телеграмма пришла из Витебска в Новосибирск. Каждая буква стоила денег, поэтому предлоги сокращали. «Желаю счастья новом году». Целую. Без запяте и течека. Ну, а вам в новом году желаем счастья. Сергей Толмачев и Антон Мамаев. Новости ОТС.